Всех приветствую, дамы и господа, и сейчас мы с вами поговорим на такую тему, почему вырос токен ДОК, почему произошел вот такой вот рост, который мы с вами видим на графике, там порядка 60% это если брать отсюда, а так если за несколько последних дней, то плюс 35% где-то мы сможем с вами увидеть и уже сейчас видим такой рост. Сейчас разберемся, почему это произошло, ну скажу сразу, потому что Илон Маск в очередной раз проспекулировал чем, тем что добавил собственно логотип ДОК Коина в твиттер, вместо логотипа твиттера, обычно там был такой синяя птичка какая-то, а теперь мы с вами видим собственно теперь логотип ДОК Коина, Илон даже выложил мем 3 апреля, 2 дня назад на эту тему, что типа как бы полицейский смотрит на права, а там старый логотип твиттера, птичка эта синяя, а в машине сидит эта собачка ДОК Коин и говорит, ну это старое фото, а теперь я собачка. Вот такая вот история, то есть мы же понимаем, что на фоне этого должен был, обязан произойти рост и он собственно и произошел. Если брать с днища, то плюс 65%, о которых я и сказал в начале ролика, а если брать вот отсюда, то плюс 35%. Если вы заходили в эту монетку, скажем так, где-то плюс-минус тут, плюс-минус вот в этом диапазоне, если вы заходили, тогда советую фиксировать прибыль, потому что в дальнейшем ожидается конечно коррекция, ну не знаю какая, насколько будет она существенная, но она вполне себе ожидаемая. И в целом я вам скажу, что даже если вы думаете, что вы упустили какую-то прибыль на данный момент и хотите влететь в эту ракету сейчас, не советую это делать, потому что следующая зона, к которой мы с вами можем прийти, это зона вот эта вот, 0.124 и это потенциальная прибыль примерно 27-30%. В принципе, это неплохой профит, но опять же, вероятность того, что Илон Маск прямо сейчас так быстро захочет еще один памп совершить, опять выпустить какую-то новость, что он там теперь меняет название Twitter на Dogecoin, например, да, я утрирую, конечно, но в принципе из этого рода что-то вряд ли это будет прямо вот сейчас. Поэтому я бы сейчас Dogecoin на данном этапе не закупал в надежде на короткую какую-то спекуляцию, я бы это не делал. Поэтому по Dogecoin мне все понятно, двигаемся с вами дальше, но прежде хочу вам сказать, что подписывались на мой бесплатный телеграм-канал с сигналами, которые я тут даю абсолютно бесплатно в том числе. Вот был буквально недавно сигнал, был USDT, Long и мы заработали, как вы видите, плюс 35%. Кто-то даже больше заработал, я зафиксировал позицию на таком вот значении. Поэтому кто хочет, подписывайтесь, ссылочка на мой бесплатный телеграм-канал в описании, подписывайтесь. Также есть, конечно же, платный телеграм-канал и тут, конечно, намного больше сигналов, на которых мы зарабатываем существенно больше. Вот видите, плюс 10, плюс 60, плюс 35, плюс 24 и пошла-пошла прибыль. Это все видно, поэтому кому интересен вип-канал, тоже обращайтесь ко мне уже в мой личный телеграм-канал, то есть в мой личный телеграм, ссылочки на него тоже есть в описании, я вам все расскажу, объясню. Да, он платный, конечно, но стоит недорого по сравнению с другими многими каналами, о которых вы могли слышать. Ну а мы с вами двигаемся дальше, давайте рассмотрим монетку SHIBA. Монетка SHIBA сейчас находится в таком подвешенном состоянии, я бы сказал. Почему? Потому что, ну не то, что подвешенном, но я бы ее сейчас точно не закупал, если хотел бы. Я бы дождался отката плюс-минус до этой зоны и тут уже бы где-то его подбирал, если бы я хотел закупить SHIBA. Потому что мы видим, как она ходит, да, но очевидно, что скорее всего, скорее всего мы увидим с вами откат, опять же, до этой зоны. И уже отсюда возможен рост. Ну, опять же, это, конечно, не гарантия, но на данном этапе я бы не покупал, а дождался бы небольшой коррекции. Так, двигаемся с вами дальше и мы с вами видим, что SHIBA пока что не актуальная монетка, поэтому идем дальше. Флоки. Что мы можем с вами сказать по флоке? По флоке, в принципе, все нормально и закупать я его сейчас категорически не советую. Почему? Потому что хайп токен, который, собственно, и никакой пользы не несет криптосообществу. Просто хайп токен, который подвязан так или иначе с догом. И сейчас уже его закупать тоже поздно. Его нет смысла сейчас, короче, закупать. Я вам просто так говорю и не вижу сильно рассматривать его графики, теханализ, потому что монетка исключительно хайповая. И что с ней захотят, то и сделают. Захотят завтра, салют в нулину. Захотят завтра, сделают с нее доллар. Ну, поэтому нет смысла рассматривать. И я бы ее не брал. Бэйби Дог Коин. Тоже очередная монетка, которая связана с... Ну, была сделана под хайп догов. Что по ней? По ней тоже ничего хорошего. Ее недавно делиснули с Байбета. Почему? Потому что... Ну, официальная причина, что мало активности на этой монетке. Ее делиснули. Ну, собственно, как видите, это очевидно ничего хорошего, когда монетку делистят с биржи. Поэтому, собственно, в принципе, тоже ничего по ней позитивного я не ожидаю. И я бы ее на данном этапе не закупал. В том числе. Поэтому, кто меня спрашивал, действительно, многие в Телеграме интересуются разными такими. хайп проектами. Ну, не хайп проектами, хайп токенами, да, я бы сказал. Я их не закупаю в основном. Ну, на данный момент, по крайней мере, точно. И рассказал он свое мнение по поводу Бэйби Дог Коина, по поводу Флоки, Дога, Шибы. По Догам, да, конечно, там это более, скажем так, фундаментальное. Но какой фундаментал она в себе несет, непонятно. Его нету. Но, в целом, тут очень много объемов. Это, наверное, десятая монетка вообще по CoinMarketCap. Поэтому она уже не ходит так, как ходила когда-то на плюс 500% за день. Поэтому уже она ходит довольно-таки спокойно. Плюс 30. Вот такой довольно-таки существенный хайп произошел. Она дала всего лишь плюс 30%. Если бы Маск это сделал в 2021 году, например, если бы он уже купил тогда Twitter, то мы бы с вами увидели, знаете, плюс, наверное, 300%. Поэтому по Догам, да, все более безопасно. Но, тем не менее, я тоже не вижу сейчас смысла их закупать. Ну, на этом все. Все, что хотел сказал. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Ссылочка на который в описании. Спрашивайте у меня в личку поводу ВИПа, кому интересно. Ну, а на этом все. С вами был Марк Кодал. Всем удачных сделок и хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok